Больше 10 лет верной спутницей Алины была сигарета. Когда-то студенческое баловство переросло в серьезную привычку. С каждой пачкой улетучивался не только бюджет девушки, но и здоровье. Сейчас она пытается разорвать токсичные отношения с никотином, но уже при помощи специалистов краевого наркологического диспансера. Не курить ей удается уже больше двух месяцев. Я поняла, что портится голос. Сама занимаюсь вокалом и мне это мешает. Во-вторых, это как для любой женщины, да в принципе для мужчины это репродуктивная функция. Статистика курильщиков в крае аналогично другим регионам. 70% мужчины, а женщины догоняя берут планку в 40-45%. Сейчас в краевом наркодиспансере лечение от тяги к никотину проходит 3 человека. Куда тревожнее, когда родители приводят сюда детей с зависимостями от новомодных средств парения. От таких устройств детский организм вреда получает больше, чем лошадь от капли никотина, рассказывают врачи. Если же человек присоединяет айкосы, вэпы, там спираль. Под большим давлением идет вот это средство, которое содержит никотин. И естественно сразу начинаются нарингиты, бронхиты. И сейчас модно так сказать хоббл, да, хронические заболевания бронхолегочной системы. О вреде курения мы также помним по реалистичным фото на пачках сигарет. Эти последствия лечат другие специалисты. А врачи наркодиспансера помогают бороться с первопричинами зависимости. Современных методов, к счастью, для этого немало. Медикаментозные, психологические, например, когнитивная терапия или аутотренинги. Пациент, когда к нам приходит, мы проводим диагностику, психологическую диагностику. Мы смотрим степень выраженности зависимости и, прежде всего, его эмоциональное состояние на данный момент. И данное оборудование нам помогает также решить вопросы, решить проблемы с депрессиями. Помогает выровнять настроение, опять же, совместно с врачом. Замещать сигареты и поднимать уровень серотонина, рассказывают врачи. Помогают также спорт, бег, плавание, вкусная еда. Но с последним лучше тоже не борщить. А еще объятия, любимый партнер, книги, питомцы и классическая музыка. Прямо сейчас одна из пациенток слушает Шопена. Такое упражнение называется сенсориум. Звуки ноктюрна благоприятно влияют на мозговую активность, рассказывает врач. Данное оборудование как раз помогает решить проблемы со стрессом, с эмоциональной неустойчивостью, с депрессиями. Если вы осознали, что курение действительно мешает вам жить, а самостоятельно справиться не получается, то бесплатную помощь можно получить в краевом наркологическом диспансере, где выдадут направление к психиатру-наркологу. Он оценит стаж вашего курения, эмоциональное состояние и назначит программу реабилитации. Мария Мацай, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин